Системы «Алтай Вилья» – радиотелефонные системы автоматизированной подвижной связи общего пользования, работающие в ПВЧ-диапазоне, предназначены для передачи по открытым радиоканалам кратких сообщений, тайна которых не гарантируется. Абонентская радиостанция «Вилья» предназначена для организации автоматической, беспоисковой, бесподстроечной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей министерств, ведомств, учреждений и организаций, предприятий и граждан в передаче радиотелефонных сообщений между абонентами системы и с абонентами городской автоматической телефонной сети. Технические характеристики Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 55 градусов Цельсия Режим работы – дуплексный Диапазон частот Прием – 337-342 МГц Передача – 301-306 МГц Количество канала – 188 Разнос между каналами – 25 кГц Мощность передатчика – 6-10 Вт Чувствительность приемника – 0,75 мкВ Напряжение питания – 13,2 В Габаритные размеры – 240 на 110 на 240 мм Вес – 3,7 кг Вес трубки – 0,6 кг В состав входит приемопередатчик, микротелефонная трубка с подставкой, блок ОНЧ и антенна Взаимодействие баненской станции с зоновой коммутационной станцией осуществляется путем передачи кодограмм, для чего используется встроенный модем. Станция имеет четырехзначный индивидуальный номер, номер зон и сети постоянной прописки. Монтажный комплект возимой радиостанции позволяет производить ее установку на любых легковых и грузовых автомобилях. Дальние связи с базовой вышкой – от 10 до 30 км в зависимости от рельефа местности и высоты антенны. Основные функции Защита от несанкционированного включения кодовым ключом при включении радиостанции Звуковое подтверждение нажатия кнопок Громкоговорящий прием Регулировка громкости Отображение номера на ЖКИ-индикаторе Подсветка номеронабирателя Память на 10-16-значных номеров Повтор последнего номера Автоматический переход из зоны в зону при движении Автоматическое восстановление связи при переходе из одной зоны в другую Автоматический контроль работоспособности узлов и блоков радиостанции И отображение на индикаторе при наличии неисправности Индикация времени последнего разговора Данный блок ОСТ-1 предназначен для стационарной установки радиотелефонной станции Вилия Он подключается вместо микротелефонной трубки И позволяет подключить к радиостанции обычный телефонный аппарат проводной связи Это использовалось в тех местах, где нет возможности провести проводную линию связи Но есть зоны покрытия вышки след При этом использовались антенны типа волновой канал На мачте, что увеличивало дальность до 50 км от вышки связи Продолжение следует... Проведем разборку блоков радиостанций и посмотрим на чем и как они сделаны Субтитры создавал DimaTorzok 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 Микротелефонная трубка выполнена из пластмассы Скреплена шестью винтами В отличии от радиостанции Алтай Здесь уже применена однокристальная микро-ЭВМ 1820ВЕ1 отечественного производства И контроллер ЖКИ экрана 1820ВЕ1 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Корпус покрыт изнутри проводящим покрытием для экранировки от помех Субтитры создавал DimaTorzok Данная станция изготовлена в 2002 году Тогда у нашей промышленности не было ярких светодиодов И подсветка клавиатуры выполнена на миниатюрных лампах накаливания Дающих приятный оранжевый цвет Основной блок приема передатчика крепится на шасси с помощью пружины После его снятия на шасси мы видим разъем подключения И провода для подключения питания и микротелефонной трубки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внутри блока шасси установлены держатель предохранителя Конденсатор фильтра Защитный диод и стабилитрон И катушка фильтра Сам базовый блок выполнен из алюминиевого сплава Есть ребра радиатора и две крышки Также выполнены из алюминиевого сплава По контуру крышки проложена оплетка Для гарантированного контакта Под одной из крышек видим плату управления Выполненную на однокристальной микро-ЭВМ Большая часть микросхем отечественного производства Также видим блок входных диапазонных фильтров, запаянных в экране ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под платой управления находится плата, на которой расположен стабилизатор питания Фильтры тональных и маркерных сигналов, выполненные на операционных усилителях красивых керамических корпусах А также часть блока управления синтезатором частоты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блок диапазонных фильтров крепится на двух винтах и имеет быстросъемную конструкцию ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Под второй крышкой с обратной стороны видим высокочастотную тюрьму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Приемник выполнен на специализированной микросхеме производства компании Philips и на SMD-компонентах, что позволило увеличить чувствительность и стабильность работы, а также уменьшить габариты печатной платы. Это система аналоговой связи четвертого поколения, и тут уже нет полюбившихся всем конденсаторов КМ, только новые на тот момент компоненты. Все СВЧ-транзисторы отечественные. Приемник выполнен по схеме супергетеродина с двойным преобразованием частоты. Используется по два фильтра в каждом блоке ПЧ. Для лучшей фильтрации. Здесь используются канталовые и необъевые конденсаторы для повышенной надежности. Блок ГУН-приемника выполнен отдельно на элементах преимущественно поверхностного монтажа. Продолжение следует... Блок ГУН-приемника выполнен также на отдельной плате. Блок ГУН-приемника выполнен также на отдельной плате. Блок ГУН-приемника выполнен также для Блоки ГУН соединяются с платами коаксиальным кабелем с высокочастотными разъёмами. Крепятся к корпусу 12 винтами, которые я заранее выкрутил. Блок передатчика выполнен на мощных СВЧ-транзисторах отечественного производства. Весь монтаж ровный и аккуратный. Радиостанция производилась на оборонном предприятии и стандарты качества сборки соблюдались неукоснительно. В задающем генераторе синтезатора частоты применён кварцевый резонатор в стеклянном корпусе с вакуумом внутри и встроенной системой подогрева для обеспечения радиостанции опорной частотой высокой точности и стабильности. Функционирование аналоговых систем телефона и радиосвязи Виле, Алтай и им подобных завершилось 1 июля 2008 года в Республике Беларусь. На тот момент они утратили своё целевое назначение и выработали свой технический ресурс. Выведены из эксплуатации и демонтированы. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!